Ну что же, продолжаем. Вот я вам рассказал о двух опытах. Два конкретных примера. Луиджи Карнаре более 500 лет назад и доктор Столешников уже наш современник. Что есть общего и в том и в другом? Дело все в том, что и там, и там нет нозологического принципа в подходе к собственному здоровью. Понимаете, так сказать, доктор Столешников, будучи, в общем-то, по современным понятиям здоровым человеком, ему не надо было, так сказать, лечить что-то. Понимаете? Он занимался собственным здоровьем. А Луиджи Карнаре имел букет. Та же, как и вы. Букет. И он ориентировался на состояние здоровья. Безусловно, имея в виду собственный букет. И в том, и в другом случае был замечательный совершенно результат. Теперь. Есть ли что-то общее в этом? Вот кроме того, что я сказал. Конечно, есть. Обострение. Вот те достаточно сложные и тяжелые состояния, через которые проходил человек, вот, вступая на ту или другую дорогу. Это как раз то, о чем я все время говорю. И вот теперь есть конкретный мой собственный опыт, мой личный опыт, о котором я должен сказать. Вот у меня сегодня уже заканчивается практически пятая неделя Великого Поста. Я ем. То есть я, как бы, так сказать, вот, для себя избрал тот принцип, о котором я все время говорю. Относительного голода. Что я ем? Каши на воде, овсяную, гречневую, иногда пшеную, я не очень люблю ее, так сказать, ну, как-то так вот не воспринимается, не воспринимает мой организм. Иногда овощные супы, больше, так сказать, не вываренные, а настоянные. Но все это вот в течение дня укладывается в те самые 350-400 грамм. Плюс вода. Мед, который я использую в течение этого поста, мед. Меда немного, естественно, как вы понимаете, так сказать, вот в таком состоянии меда много не съешь, хотя, в общем, потребуется, но нет. Мед. Там по 2-3 чайных ложки в день. Я делаю горячие ванны, очень горячие, гипертермальные, так сказать, это не значит, что я советую их делать вам, но я их делаю. Температура их 42-43 градуса, по 15-20 минут, до 25 минут. Очень много, так сказать, выходит, отходит пота, ну, видимо, на фоне питья. Периодически возникают состояния, очень похожие на интоксикацию, вот как сегодня, например. Вот такое ощущение, что я немножко, как бы, чем-то немножко отравился. Травиться нечем, потому что я практически ничего не ел. Я сегодня съел 4 столовых ложки гречневой каши на воде без ничего. Но состояние такое, требуется какое-то определенное вмешательство. Что я делаю в этих ситуациях? Использую сульфат магния. Почему? С тем, чтобы вы понимали. Потому что это крепкий солевой раствор. А солевые растворы с преобладанием магния или с преобладанием натрия, дело не в этом. Понимаете? Они санируют желудочно-кишечный тракт. Причем санируют по отношению к практически всякой патогенной микрофлоре. Включая плесневые грибки. Или те же кандида. Но, конечно, не каждый день. С частотой где-то 1 раз в 5-6-7 дней. В зависимости от общего состояния. Общее состояние меняется. Иногда это очень тяжело. Бывает. Ну, вот, например, как сегодня. Как бы сказать, ну, видите, не настолько тяжело, чтобы я не смог прийти на эфир там и не сделать свою работу и не поговорить с вами. Достаточно тяжело. Но при этом я совершенно точно регистрирую для себя, достаточно помня о том, что заставило меня заняться этой программой, попытаться ее осмыслить, попытаться ее как-то скомпоновать, проверить, проработать, посмотреть с точки зрения, так сказать, нормальной клиники. Как она будет работать, что она может дать, какие, так сказать, процессы может вызвать. Я вот в течение уже этих, даже этих пяти недель, потому что осталось две недели, мне прожить, так сказать, в этом состоянии, ну, особой сложности я все-таки не вижу. Понимаете, то есть вполне, так сказать, ну, в мои 70 лет я, как бы, почти 70 лет я, как бы, спокойно, спокойно прохожу этот путь. Я, по сути, заново пережил в коротких, как бы, таких вот моментах, в коротких реакциях, в коротких проявлениях все то, что происходило с моим здоровьем в течение этого времени. Вот что интересно. Если почечная проблема когда-то, 22, уже 23 года, меня поставила на грань жизни и смерти, она напомнила сейчас о себе. Периодически, так сказать, вот почки вдруг дали себя знать. Ну, прошло 2-3 дня, и все, я как бы о них забыл. Да, дал себя знать седалищный нерв, потому что в свое время застудил очень сильно, так сказать, это, и будучи в поездке, не мог ничего сделать, в общем, так и прохромал 2 недели, вернулся домой, долго с этим справлялся. Он себя сейчас напомнил. Даже позвоночник напомнил себя, который я уже не помню, когда заставлял меня как-то так обращать на себя внимание. Даже он напомнил пояснично-крестцовый отдел. Естественно, все время напоминает желудочно-кишечный тракт. Он первый находится под ударом, особенно у современного человека. Сказать, что он меня заставляет уворачиваться, нет, нет, это не так. Но заставляет, так сказать, думать все время о каких-то проблемах, которые могут возникать. Именно поэтому, пожалуйста, запомните, я где-то в середине, на второй или третьей неделе, на второй неделе, в конце, второй неделе ввел в себе в программу, вот тот самый рецепт, что ли, если можно, рекомендацию, которую не один раз давал вам, рыбий жир плюс чеснок. То есть тогда, когда я беру, скажем, чайную ложечку рыбьего жира, по объему, ну, даже если он в капсулах, то есть по количеству капсул можно определить, есть тут чайная ложка или нет, и, так сказать, выпивая рыбий жир, заедаю его одной таблеткой или, там, двумя зубчиками чеснока. Замечательный эффект. Очень помогает снимать вот эти вот явления, такие, как вот у меня сегодня, например, да, интоксикации. В чем выражается интоксикация? Это при том, что у меня она достаточно неглубокая. Это вот такое состояние, близкое к отравлению, напоминающее, да, легкое отравление. Когда может чуть-чуть кружится голова. Когда, так сказать, некоторая такая вот слабость. Когда ты понимаешь, что вообще что-то происходит такое с желудочно-кишечным трактом. Когда срабатывает, показывает, так сказать, печень, что, извините, у нее есть напряжение, поэтому, пожалуйста, будьте аккуратен. Понимаете, так сказать, вот это. Почки, слава богу, не напоминают тебя. Но вот что интересно. Вот я сам не один раз вам говорил о том, что очень важно не отказываться от тех препаратов, которые назначены вам врачом. Врачом, который ведет вас по жизни, к которому вы обращались, который смотрел вас, который смотрел ваши анализы, который выписывал вам препараты, лекарства и все. Я не один раз говорил, помните, что лекарства спасают вам жизнь. Так вот, пожалуйста. Конечно, тогда, когда возникают обострения, особенно если вы больны и вы находитесь в состоянии общей хронизации вашего организма с точки зрения болезней всяких. Хронизация, хроника. Потому что сегодняшняя болезнь, если вот взять статистику заболеваний человеческих, то, извините, экстренные случаи, да, вот первичные как бы случаи, они составляют процентов 10-15, не больше. А весь остальной вот этот страшный груз, который лежит на людях, это хронические патологии. Хронические. К которым нас приводит вот эта вот симптоматическая терапия. Вот пример конкретный. Вот прямо сейчас со мной. Наступает момент, вот наступил момент, когда в работу организм запустил легкие. Я вдруг, так сказать, начал понимать, что я немножко задыхаюсь, что мне все время хочется откашлиться. Причем это не то, что у меня там температура, я простыл, насморк, это все больной. Нет. Вот требуется убрать из легких какие-то накопления. И все время такой сухой кашель, сухой, очень раздражающий, очень такой тяжелый. Ну, естественно, помню о том, что, в общем, есть некие препараты, которые помогают с кашлем. Но человек, я публичный и не очень хорошо. Тогда, когда публичный, начинаешь дохать со страшной силой. Понимаете, я использовал препарат. Утром мне надо было пойти навстречу, я выпил таблетку, днем там таблетку, вечером таблетку. Я на следующий день не мог, утром не мог вздохнуть. Я не кашлял. Дыхание было свободно, все нормально, я как бы день провел очень хорошо. Но утром было ощущение, что вот все, что из меня должно было выйти, все осталось во мне. И откашляться не мог, потому что у меня вот этого позыва откашляться не было. И огромное количество воды, я уже, скажем, вчера сульфатмагния принял, все, все как нужно для того, чтобы привести себя в порядок. И только сегодня с утра я начал откашливаться. Я о чем говорю? Надо помнить о том, что если вы приняли лекарства какие-то, по необходимости я подчеркиваю, там срыв ритма или скачок давления или что-то, понимаете, или, так сказать, боль в желудке, в кишечнике, там печень дала себе знать или что-то еще, понимаете. Если вы приняли этот препарат, запомните, по необходимости вы его принимаете столько, сколько нужно. Но потом, вот этот режим детоксикации, то есть освобождение уже от остатков, от последствий приема этого препарата, надо обязательно учесть. Понимаете? Мне уже раздвигать рамки своего относительного голода уже некуда. Я, видимо, вот в этот момент, сейчас добавлю и уже добавил, сорбент, причем в массированной дозе на очень большом количестве воды. И сразу почувствовал себя легче. Вот в чем дело. Я почему об этом так подробно рассказывал? С тем, чтобы вы не думали, что вот эти программы, о которых мы с вами говорим, они такие легкие, такие хорошие. Ой, ну подумайте, ну 400 грамм, ну подумайте там, так сказать, всего-то. Ну подумайте, ну я поживу так денек, ну хорошо, 10 дней поживу, ну две недельки. Ну и подумайте, ну и что, ну и ничего, а потом зато и легкость. Ну как пишут в популярных книжках. После голода такая легкость, такое самочувствие, когда входите в голод, вам так хорошо, и дышится легко, и все. Это трудный процесс. Трудный. Вот в чем дело. Вы знаете, я сегодня об этом говорю откровенно. Не один раз, так сказать, я вам это говорил. Сегодня я говорю уже конкретно ориентируясь на себя, на других людей. Понимаете? Трудный. Хватит сил. Беритесь. Лень. Не беритесь. Ну подумайте, разница в чем будет. Да разница в том, что я буду жить. Надеюсь. А тот человек будет потихонечку уходить. Накапливая вот эту кучу болезней. Знаете, как компостная куча, в которой все эти процессы гниения, брожения, все происходят. И жизнь оказывается сконцентрирована в одном. Лечиться, лечиться и лечиться. Сегодня лекарства, бесконечное количество, завтра к лекарствам добавятся удаленные, замененные суставы, послезавтра утраченные органы, ну и так далее, и так далее, и так далее, пока не дойду до обрубленного состояния или до онкологии. Потому что финальная часть, и сама жизнь это показывает, это онкология. Если человек не умирает раньше от сердечно-сосудистых проблем, он умирает дальше, как правило, от онкологии. Вот ведь ваша перспектива. Я страшные вещи говорю, понимаете? Но я обязан сказать об этом. Потому что ложь, которая царит на всех уровнях, и на уровне питания, и на уровне, так сказать, всяких оздоровительных и всяческих других, так сказать, мероприятий, и на уровне качества продуктов, и на уровне качества воды, и на уровне качества жизни, и на уровне социальных отношений между государством и людьми. Вся эта ложь и неправда, у меня складывается ощущение, маскирующая вот эта вот так называемая забота о нас. Да, смыслом которой является выкачивание денег из нас, и использование нас просто как рабов, как рабочей силы. Понимаете, вот эта вот политика ни к чему хорошему не приведет. Недаром сегодня уже все больше и больше говорят о том, что есть некие силы, которые заинтересованы, простите за слово, некие. Заинтересованы в том, чтобы не 7 миллиардов было на земле, а всего лишь 5. Один золотой и 4 обслуживающих. И все, этого более чем достаточно. Почему я вам сегодня об этом говорю? Вот Луиджи Карнара, как бы это, о котором я сегодня говорил, он сам конкретный пример. Увеличив собственную жизнь, подчеркиваю, 500 лет назад. Понимаете, от 35 до 102 лет. Да, доктор Столешников, который прекрасно, так сказать, проведя вот этот сам, на себе испытав все, что касается голода, блестяще описав все состояния, которые при этом возникают, привел себя в абсолютно здоровое состояние, свой собственный организм. Теперь смотрите, что интересно. Теперь вот у меня есть конкретный пример. Год назад пришел человек, молодой человек, ко мне. Не потому, что я там великий врач или целитель, или что-то, нет. Я не веду прием, так сказать, и, извините, ради бога, никого не лечу. С диагнозом болезнь Бехтерева. Молодой человек, который получил уже квоту на получение, на использование препаратов, стоимость которых, так сказать, за сотню рублей каждый курс. Сотню тысяч. Вот он был вчера у меня, этот молодой человек. Он появляется раз в два месяца, где-то вот так. Мы с ним определили программу. И относительно голода, и это, и это, и еще там, ванны, все. То, о чем мы с вами говорим. Он в начале этой недели был у доктора. Я повторяю. Официальный диагноз – болезнь Бехтерева. Инвалидность. Молодому человеку 26 лет. Доктор поставил вопрос о снятии диагноза. Абсолютно разумно, абсолютно разумно. Вначале проверить, посмотреть, так сказать, по времени. Вот провели одно обследование, через три месяца посмотрят еще раз, в какую сторону, как, что, чего. Но это болезнь Бехтерева, которая не лечится нигде в мире. Понимаете? Я что, придумал какое-нибудь лекарство от него? Нет. Запомните. Лекарство это, этот молодой человек нашел в себе самом. Его собственный организм способен это сделать. Вот в чем дело. Это болезнь Бехтерева. Старшее поколение знает, что это такое. По собственному ощущению, не дай бог никому. А был такой писатель, Николай Истровский, который написал, как заказал сталь. Который умер от этой болезни. Превратившись заживо в соляной столб. И в Германии, и в Америке, и где-то еще, так сказать, в разных странах, европейских и в Израиле, существуют ассоциации больных болезнью Бехтерева. Которые по всему миру ищут лекарства от нее. А оно внутри них. Простите, что я сегодня отнял ваше время. Разговариваю об этом. Я это делаю по одной простой причине. Чтобы, наконец, вы отказались. Вы поняли. Нам лекарства очень нужны. Но они только спасают нам жизнь. Понимаете, и медицина спасает нам жизнь. А не вылечивает. Лечить. Ставить себе на ноги. Мы должны себя сами. Друзья мои, всего доброго. До свидания. В следующий раз приготовьтесь. Я уже надиктую вам вот эту последнюю программу. А сегодня мне необходимо было вам это рассказать. Чтобы вы понимали, к чему мы идем. Всего доброго.